МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем приветик, ребят! Мы приехали на фестиваль шейха Зайда в Абу-Даби. Значит, стоимость входа 5 дархамов. И сейчас я уже буду здесь ходить и все вам показывать, что интересного мы здесь найдем. И у входа вот здесь вот стоят вот такие вот лошадки. Прокатиться на лошадке стоит 37 дархамов. А можно прокатиться и на верблюде тоже. Потому что рядом стоят верблюдики. Прокатиться на верблюде стоит 10 дархамов. За одного человека 20 дархамов за двух человек. Можно еще двое. Так, ну вот здесь вот у нас китайский павильон. Правда, мы еще туда не заходили. Пойдем дальше посмотрим, какие есть еще павильоны. Вот такая вот маленькая Global Village. Всемирная деревня, только в Абу-Даби. Да, вот здесь вот сцена такая прямо в центре. То есть, видимо, какие-то выступления здесь тоже проходят. Ну, посмотрим ближе к вечеру. Так, ну вот сейчас мы идем в павильон Ирана. Такой вот персидский ковер прямо перед входом. Ну и, конечно, продают здесь шафран. Продают здесь иранские сладости. Правда, покупателей пока еще маловато. Орешки иранские продают. Сухофрукты. Макадамия, орешки. Иранские самовары. Вот такие вот сладости, как петушки на палочке. Леденцы. Причем много их здесь как? Всяких разных. А вот это очень похоже на нашу русскую водку. Но это вода с ссыкорием. В иранском павильоне тоже стоит сцена. Но пока еще выступления не начались. Потому что мы приехали очень рано сюда. Смотрите, вот такие вот красивые украшения с кристаллами Сваровски. Не знаю, вот камера все-таки не передает вот эту вот красоту. 480. Дархамов за комплект. Да. Смотрите, сколько здесь шафрана. Разных сортов, цветов. Оттенок вкусов. Да. А вот здесь продается кардамон. Да. И разные сорта шафрана. Причем шафран ценится больше красного цвета. То есть, чем больше желтых вкраплений, тем он дешевле. То есть, вот это вот самый дешевый, я так понимаю. Смотрите, вот такой вот шафран первой категории. То есть, самый дорогой. Три штуки всего за 50 дархамов. И сколько грамм здесь? Это 1,5 грамм. Да, каждая упаковка по 1,5 грамма. Всего за 50 дархамов получается 4,5 грамма. Ну, честно могу сказать, что цены дешевле, чем в Дубае. Здесь тоже продаются разные специи. Куркума. Чай каркаде. Вот такие вот огромные палки корицы. Сушеные лимоны. Сушеный ибирь. Чего только здесь нет. Вот это вот, я даже не знаю, что такое за специя такая. Ну, в общем, все интересно. Даже розовые лепестки есть. И вот соленые иранские огурцы. Хамач. 15 дархамов за банку. Вот здесь у нас, смотрите, черный тмин, который лечит от всех болезней, как говорил пророк Мухаммед. Здесь же у нас гвоздика. Здесь же у нас ядреный перец чили. Черный перец, белый перец. Вот это, я так понимаю, коричневый перец, наверное. Но не факт. Куркума. А, ребят, коричневый перец оказался корицей. Так что я вас немножко обманула. Это корица. Это не коричневый перец. А вот здесь вот раздолье иранских орехов. То есть здесь у нас и макадамия, и грецкий орех, и кешью. Чего только здесь нет. И курага, и вот такая вот смесь из кураги с орехами. Здесь вообще орехи в чем-то странном. В кожуре, что ли, они, наверное. Кокос. Сушеные апельсины. Сушеные бананы. Еще что-то сушеное непонятное. Изюм, курага. Изюма вообще столько сортов, что прям глаза разбегаются. Семечки тыквенные. Лесной орех. Какие-то шашлыки из инжира вот такие вот. Видите, они как шашлыки сделаны. Ну, красота просто. Чего только нет. Слива сушеная. Разные смеси из орехов. Да. Красота. Лепота. Иранский павильон. А вот здесь продается еще сушеный йогурт. Разных форм. Абсолютно. Мне кажется, что иранские орехи и сухофрукты я полюбила именно, когда начала жить в Арабских Эмиратах. Торговля между Персией и Объединенными Арабскими Эмиратами длится уже с древних времен. Ну и, соответственно, иранцы сами по натуре торговцы. И очень любят открывать свои павильоны во всех интересных местах в Арабских Эмиратах. Например, в Global Village во всемирной деревне в Дубае и на фестивале Шейха Зайда в Абу-Даби. И отдельная часть фестиваля Шейха Зайда, она посвящена ремеслам, которыми занимались местные бедуины еще в начале 20 века. И здесь же стоят вот такие вот палатки, которые бедуины разбивали среди пустыни по ночам. И можно увидеть женщин в масках бурга, которые сейчас уже практически не носят. А вот что интересного я нашла, это собака Солюки. Вот она, охотничья собака. Смотрите, какие красавицы. Арабская борзая. Собака Солюки. А вот и бедуины у костра. Смотрите, как круто все сделано. Все горит, кофе кипятится. Красота какая. А еще здесь можно увидеть первый автомобиль, который появился в полиции Абу-Даби в 1978 году. И поверьте, что не только в аквапарке полиции Дубая сейчас есть эксклюзивные автомобили. В автопарке полиции Абу-Даби есть и Rolls-Royce Phantom, и Lecan Hyper Sport, один из самых быстрых и дорогих суперкаров в мире. И Lamborghini Huracan, и Nissan GTR, и Chevrolet Camaro. А также у полиции есть несколько других автомобилей премиум класса, включая Ford Taurus, Mercedes-Benz E-Class, Volkswagen Touareg и многие другие. А еще на фестивале Шейха Зайда вы можете увидеть, как арабы плелись сети для ловли рыбы в Персидском заливе и вскрывали жемчужные раковины. Ловля жемчуга – это одно из основных занятий, на котором базировалась экономика Объединенных Арабских Эмиратов до обнаружения нефти. Сбыт жемчуга в донефтяные времена приносил 95% поступлений в государственный бюджет страны. Жемчужный промысел был под контролем крупных торговцев, которые спонсировали тех, кто добывал жемчуг со дна. Ныряльщик за жемчугом, снабженный ножом, корзиной для устриц и клипсой на нос, весь день погружался в воды Персидского залива. Собирал несколько жемчужниц, всплывал и снова погружался. И так бесконечное количество раз. И часто из сотни устриц только одна была с жемчужиной. Еще на фестивале Шейха Зайда можно посмотреть, как изготавливают женскую маску бурга. Бурга на арабском языке означает то, что скрывает лицо женщины. В древности такие маски носили все бедуинки. Из чего сделана маска бурга? Несмотря на то, что маска выглядит алюминиевой, это не совсем так. Материал, из которого сделано украшение – обычная льняная ткань, которую доставляют из Индии. Она красится в синий или пурпурный цвет, позже обрабатывается жестяными крышками или донышком кофейника, чтобы получился металлический блеск. Для достижения роскошного благородного цвета использовались и перламутровые раковины. Сейчас бурга переживает революцию. Все меньше женщин подвластны традициям. И некоторые люди даже волнуются о том, что это поколение – последнее, которое будет носить бургу. Хотя, возможно, как и все новое, хорошо забытое старое, бурга перейдет в разряд переродившихся украшений для женщин. Так же, как и винтаж. А вот это вот у нас супермаркет в начале 20 века. То есть он был маленький. Продавали здесь и специи, например, шафран и конфетки всякие разные, которые в то время только-только появились в Арабских Эмиратах. И кола, которая только-только появилась. Вот такой вот супермаркет. Субтитры подогнал «Симон» Смотрите, вот здесь вот такой отдел, где женщины местные арабские плетут сумки из пальмовых листьев. И на этих сумках, видите, застежки сделаны из косточек от фиников. Вообще красота! Смотрите. 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 Ребята, автомат Калашникова. Египетская версия. Сделана в Египте. А это какой-то СКС «Карабин Симонов» полуавтоматический 1940-50-х годов. Также на фестивале шейха Зайда, конечно же, есть музей, посвященный бывшему президенту. Местные арабы называют его «Баба Зайд», что в переводе обозначает «Папа Зайд». И безумно любят этого человека, потому что именно благодаря шейху Зайду за 33 года его правления местные бедуины пересели с верблюдов на джипы и создали такие огромные мегаполисы, как Дубай и Абу-Даби. Одно из самых ярких ежегодных событий в Абу-Даби – это фестиваль «Наследие» шейха Зайда, названный в честь отца-основателя Объединенных Арабских Эмиратов. Фестиваль начался в Абу-Даби 18 ноября 2022 года и продлится до 18 марта 2023 года. Он проходит в пригороде столицы Аль-Вадбе. Это уникальная возможность изучить культуру и традиции Объединенных Арабских Эмиратов. Центральной локацией на фестивале обычно становится район «Наследие» Объединенных Арабских Эмиратов, где организовываются ярмарки и происходят самые интересные события. Программа фестиваля включает более 4000 развлекательных мероприятий для всей семьи. Это парады, лазерное шоу танцующих фонтанов, театральные представления, празднование Нового года и Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов, а также еженедельные фейерверки, которые проходят по субботам. Именно здесь, 31 декабря, был самый грандиозный салют в Объединенных Арабских Эмиратах, который побил четыре мировых рекорда Гиннеса. Площадка фестиваля Шейха Заяда в этот день была заполнена миллионной толпой зрителей, которые хотели увидеть выдающееся шоу дронов и фейерверков. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ven y atrápame Hagamos jueguitos Que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos Sabemos bien lo que vamos a hacer Estas en mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado Como dice Balvin Esta baña no acaba Esta es mi zona Cosas que nunca decepcionan Pero es mejor bien arrechao No vamos pa'l hotel O pa' otro lado No, en general No, en general Si te gustó este video Si te gustó like Pide comentario Y подписывайтесь На мой canal Секреты Emiratos A s вами была Елена Шарова Изабудаби Всем пока-пока Всем хорошего дня И отличного настроения Ven y atrápame Hacemos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame Ven y atrápame Ven y atrápame Que ahora tú te sabemos bien Hacemos jueguitos que de chiquito no pude hacer